В ближайшие дни Днестр вернется в свои берега, сообщает Гидромет. Вода за последние сутки уже отступила на полметра. Все еще затоплены пляж в Бендерах и причал паромов в Слободзе. О ситуации в столице узнавала Алиса Плахова. Мы находимся на пароме в Тирасполе. Как видно, сейчас здесь не затоплено, а значит все исправно работает. Прямо сейчас паром на той стороне, но уже мы видим, как паромщики переплавляются на эту сторону. Как работа? Тяжело. Скажите, вас топило, нет? Нет, нас не топило. Все, работаете в обычном режиме? Да, мы работаем. Николай столичным паромом пользуется редко, примерно раз в пять лет. Поэтому сегодня, перед тем, как ехать, чтобы перебраться на правый берег, водитель заранее узнал, работает ли паром. Узнавали, работает, не работает. Поэтому все работает, все хорошо. Чтобы столичный паром прекратил работу из-за паводка, вода в Днестре должна подняться как минимум еще на полтора-два метра. Но этого не будет. Вода, напротив, уже отступает. В гидромедцентре рассказали. За последние сутки в среднем на полметра. Начиная от Новоднестровской плотины до нас, сюда, до Террасполя, Днестр везде понижает свой уровень. Причем понижает довольно сильно, больше, чем на полметра. И в дальнейшем тенденция это сохранится. Если Днестровская ГЭС в Украине снова не сбросит больше воды, чем обычно, то через 4-5 дней Днестр снова вернется в свои берега. А пока кое-где все еще есть подтопление. Вот так выглядит паром в Слободее. Он не работает. Затоплено с понедельника. Вода начала падать постепенно. Возможно, завтра-послезавтра будет работать. Потому что сейчас большой уровень воды, большой перепад между въездным мостом и паромом. И легковые машины не проедут. А вот так в среду затопило городской пляж в Бендерах. Сухими остаются бетонные плиты и зонтики. Из воды виднеется табличка «Детская зона для купания». И это был не предел. Днестр поднялся выше на метр. Вчера фигуркам на той же табличке воды было уже по колено. Но за последние сутки на полметра схлынуло. В ближайшие несколько дней Бендерский пляж станет прежним.